всем привет друзья привет из вечерной ялты но вот и настало время когда у нас холодильник опустил и набли и наближается хотела сказать надвигается новый год и нам нужно забить холодильник до отказа так что мы идем мониторить сегодня цены для вас перед новым годом в ялте так но из последних новостей кто не в курсе до 20 января отменили qr-кода торговых центрах сразу вам скажу что каждый год цены растут и в этом году они процентов на 20-30 точно поднялись мы не будем сравнивать с прошлым годом да можете сравнить с вашими вашим региона и так друзья цены на молоко вкусноте его два с половиной процента сто семь рублей значит в бутылке да здесь девятьсот пятьдесят грамм 3 2 процента вот сто шесть рублей зато мы брали по 87 помню что там смотришь пармалат так смотрите просто квашена 64 рубля вот это хорошая цена она сроки до 30 12 но мы успеем выпить наверное сроки поджимают поэтому немножечко уценили так из местного что-то осталось у нас ничего не осталось первомайская 09 53 рубля 50 рублей тоже 900 граммовая два с половиной процента ну по молоку более менее понятно давайте еще посмотрим что у нас со сметаной да мы были на заводе не устаём повторять об этом вот у них сейчас появилась нужно на год год уже как наверно до крым молоко 86 рублей сметана 20 процентная у нас сметаны нету елена заканчивается о давай а пятнашка сколько а это пятнашка 86 стоит двадцатка 99 молоко сметана сколько стоит не посмотрела смотри еще раз мышцы на мониторе ого сметана сакская сакская 05 134 рубля и так это какая стесня я спросить вот это это не сакская по моему а сакская смотрите 15 процентная 106 рублей ничего себе цена и у моего сметана коровка из кореновки 123 рубля ого это значит тут ценники еще перепутаны нет вот двадцати процентно 105 рублей коровка из кореновки ничего себе молочка поднялась хорошо первомайская это дешевая странно может это новый завоз а это старый еще так ну давайте для сравнения мой творог не найдем свой местный вкусноте от 300 граммов и девять процентов сто тридцать шесть рублей это это по карте до ценник кто не знает то есть за каждую тысячу 45 рублей еще снимается за пользование карты да ну можно сказать вот цена мы с яны обычно любим биомакс один процент однопроцентный сорок четыре рубля у нас тут стоит почти литровый 900 грамм 99 рублей почему вот однопроцентный 1 процентный восемьдесят восемь рублей берешь так друзья хохланды 400 граммовых по 215 рублей мы вот обычно любим с моздамом брать большого нету маленький 116 рублей берем маленький ну давай гулять так гулять по яйцам значит 30 яиц 233 рубля выходит вот мы возьмем 30 очку ну так чтобы да про мониторить вот десяток десяток с 1 категории крупные сто двадцать восемь рублей а нет извиняюсь это 15 15 до десяток вот 84 рубля категория с 1 с 0 категория 94 50 но вот такие цены друзья яйца у нас яйца у нас глориус торговый дом не знаю о чем это скажет ну вот так маскарпоне может кто-то берет для сравнения 307 рублей у нас гальбани 250 грамм 500 граммовая 483 папа может вот такие вот маленькие 400 граммовые как их брикетики 139 рублей мясная 222 филей на у нас вот колбаса скворцова зернистая местная до категория b написано сырокопченая 1263 рубля за килограмм от палочка 400 рублей выходит 320 грамм тут целый палет акция салями астория черкизова 80 90 рублей штука сколько здесь грамм 225 грамм папа может сервелат финский 408 рублей вышло а сколько здесь масса 0 857 так батон наш крымский 3220 стоит полтора года назад здесь снимали ролик 27 рублей был это я помню точно нарезной 36 рублей возьмем себе варенку брестского мясокомбината 462 рубля за килограмм вот на 546 рублей варенку белорусскую попробуем постоянно разную берем варенку потому что тут столько много выбор просто колоссальный так филе к форели 1200 за килограмм форель стейк 900 лосось стейк 1219 по курице значит что у нашей за цены бедро куриное 188 окорочок тушки 216 филе бедра 299 вот курицу целую подожди да посмотрю куриц куры охлажденные 147 рублей филешка почем-то мне подскажите 287 перечила взять окорочков напоминаю они стоят 216 рублей так что у нас по свинине значит шея свиная 389 свинина вырезка 419 свинина задок 369 ребра свины 269 свинина 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 свинка 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 человекака manager работа 600 рублей говядина смотреть рассчитывая на кости 459 может 599 шампанское золотая балка игристое 289 рублей российское вино игристое 300 рублей я наговорила липтон 72 косом 54 если по карте до лимон по 100 рублей апельсинки такие вот небольшие 87 рублей принципе вроде как нормальная цена я не знаю мандарины есть вон мандарины мандарины походу есть абхазия до видно сразу 69 70 рублей значит и есть покрупнее мандаринки сейчас тоже возьмем себе по 92 рубля они уже все полу гнилые до яблоки 54 52 46 фасовка по 63 такие красные так и бананы постоянно цена меняется сейчас 89 бывает попадаешь на 75 такое пойдемте теперь овощи глянем ого перец желтый 321 красный 340 кабачки 90 100 рублей короче ну кабачки уже до не сезон морковь по 40 рублей у нас значит свекла 49 юля что-то подсела на вот этой штуке редь курить куда делать мне вообще салат не нравится игорю хоть полезен она горит очень полезен ешь капуста пекинская 43 рубля начать капуста капуста по 47 так здесь свекла свекла 37 рублей странно там пас а там по 48 разная свекла пероростка вижу картофель и картошка картофель розовый по 43 картофель такой меленький беленький называется мы ты 57 так что еще можно показать лук по 20 рублей с этим прошлом году мы в яблоки по 10 рублей выбрали я вот запомнил чё-то чеснок 322 огурцы и огурцы и кстати огурцы еще такие неплохие по 134 рубля помидоры сейчас конечно все ужасные только если маленькие такие брать сейчас кстати их возьму а так видите по 186 рублей ну смотрите еще ничего такие мягенькие может даже возьмем 186 розовый а такой обычный ну да как я и подозревал дубовый 164 так юляшка тарится пока этот мониторе цены вот и такую тему по последнее время беру мы с я на едим как как семечки они вкусные такие вообще ну значит 137 рублей стоит вот такая 250 граммовая я брал по 110 по моему 13 рублей китикет выходит вискос по 18 но наш код сейчас любит есть феликс феликс другой стороны сейчас промониторим сколько стоит феликс по 20 рублей кстати у нас возле дома есть магазинчик вот там бывает и по 17 и по 15 акции да и в пуде тоже на районе тоже мы ну везде сейчас они акции проводят вот на феликс на вискос так что сейчас нам вообще без разницы где покупать мы просто берем постоянно много да там если разница 3-4 рубля то в итоге если 20-30 пакетов берешь то выходят существенная ладно сейчас наберу еще мы здесь вот засыпку берем коту а вот такую штуку берем пурину до пурину вот с чувствительным переваривали переварением пищеварением до 303 рубля 303 рубля она идет 750 граммовая индейка рис значит и вот такую вот берем засыпочку сразу большую в горшок горшок сколько стоит тоже блин не поймешь ну вроде как цены нормально так мы после потопа пьем только вот покупную воду но сейчас у трубы поменялись они как не можем перестроиться на фильтр значит в пуде берем по 35 рублей здесь вот 30 рублей 50 копеек полторушечка святого источника это по моему самая сладкая цена в ялте возьмем сразу пару паков для сравнения пепси двухлитровая 82 рубля что цены на масло слобода подсолнечная литровая 115 рублей или подсолнечная оливковая 150 кстати еще более-менее неплохая цена для сегодняшнего дня слобода кукурузная 200 так есть еще урожайная только цену я нифига меня не вижу урожайная а вот урожай на 98 рублей мука макха килограммовая 65 рублей 2 килограммовая 133 благо литровая 104 рубля 5 литровая 589 мам руковская какое-то даже первый раз вижу такой обычно берем альтера подсолнечная оливковая срытом 081 идет 132 рубля ничего себе килограмм сахара 98 рублей угу хочу такой дорогой водитель а дешевле есть от получается 0909 почему у нас 0956 рублей то есть выгоднее взять а нет не выгоднее взять чем он отличается не пойму что этот какой-то мельче а почему нынче гречка килограммовая роскошно 110 рублей пока еще у нас гречка есть сейчас найдем вот крупа гречневая агро альянс 900 граммовая 103 рубля а вот еще гречка смотрите тем степь какая-то не видел раньше тоже 109 рублей 900 грамм рис причем рис длиннозерный степь граммовая 86 рублей вот она так выглядит кубаночка 107 рублей 900 грамм рис ого гречка мистраль 900 граммовая 132 рубля какая-то самая дорогая гречка крис отборный националь 151 рубль это что идет полтора килограммовый ничего себе это как это где такая фасовка это наверное какая-то опечатка потому что полтора килограммового я здесь не вижу я вижу здесь рис для плова рис для плова стоит за 3 килограмма цена что же у вас ценниками ребята нашел ценник риса для плова 102 рубля я не знаю нужен нам рис или не нужен возьму пачечку даже вот 900 граммовая просто крупа гречневая посмотрите на нее но в принципе в принципе чистая вроде как чистая но 99 рублей я помню раньше гречка мог по 60 рублей найти час от самую дешевую самую дешевую гречку нашел но вот она 99 рублей это даже не полный килограмм так и берега без косточки 122 рубля это 420 граммовая баночка вот надо брать сразу на новый год отложить пусть будет хейнс хейнс кукуруза а вещь на акция какая-то на хейнс по 50 рублей не 55 вот сейчас кукуруза ну по пивку кому интересно левен браун 56 рублей да тоже на стелла 85 можно найти значит разные цены кромбафер 142 я думаю что по пиву везде ценники одинаковые он хейнекен 49 142 рубля просто сгущенка нифига сей цена на районе она по-моему даже 120 стоит или так она подорожает щас молочка вся в баяри 120 это неинтересно что там еще маска это фигня тоже майонез ладно майонез макароны сейчас пойду глянем на полку пойдем о сколько у нас кофе стоит да обычно вот я люблю миликана что-то за миликана появился ал-то инценту двести шестьдесят семь рублей 204 рубля 95 граммовая миликана которая вот я люблю люблю обычно берем заправку на на кофе берем на бакалею там есть . амбар она вообще раз чудеснейшая на самые низкие цены в городе там на бакалею на все но тем не менее давайте еще посмотрим nescafe nescafe здесь значит в банке стоит 230 грамм 184 рубля такое вот кофе вот так вот так что у нас по чаям какой посмотрим самый известный какой-нибудь гринфилд брекфест 25 пакетиков 72 рубля я когда торговым работал стаканы такие джема махеева были по 100 110 рублей в розницу на максимум 120 это я точно помню о черно тут еще и на отличается 180 рублей черно смородиновый они по моему были все в одну цену я их продавал все любят у нас макароны смотрим самые известные марки это конечно же макфа 59 рублей так 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 56 рублей петушки 400 граммовые что-то здесь люди повыгребали что из ассортимента почти нет пятьдесят шесть пятьдесят семь рублей макфа щебекин есть макароны наши любимые не нахожу какие-то непонятные торговые марки лежат и я их никогда не видел и не хочу даже мониторить по макфе значит сделайте выводы кому очень интересна эта тема ну давайте посмотрим майонез майонез слабо до 400 миллилитров 88 рублей 72 рубля на перепелиных яйцах варила 86 рублей 94 бавитине 90 спагетти 144 что тут у нас есть в общем начинают 80 55 рублей и до 143 барилла кетчуп хейнс сейчас во всех магазинах и супермаркетах крыма значит 55 рублей 52 рубля почему цены разные я не пойму то есть для стейка один для гриля другой 69 рублей не понимаю почему здесь разные цены на одну линейку коньяков навалом какие хотите за пол-литра цена начинается до можно сказать от 500 рублей крымский коньяк и выше предела нет слушайте литровые мартини стоит 949 рублей по моему цена даже с каждым годом все ниже ну что друзья человек у нас вышел на 6081 плюс 200 рублей овощи мы почти их не купили и мясо тоже почти не купили только на холодец там 170 рубля до тоже в итоге получается шесть половиной тысяч мы сегодня закупились кстати это самая крупная покупка за последний год обычно у нас там три-четыре тысячи выходила но вот так затарились напишите напишите снять ли вам перед новым годом следующую поездку в таком же формате если интересно с удовольствием снимем все кому понравилось поддержите пальчиком вверх пишите сравнивайте свои цены в ваших регионах комментариях ну и до новых встреч в интернете пока